и снова здравствуйте блендер 2.91 и для нашего джо нужно сделать пианино пианино должен быть рик давайте рассмотрим вот на таком примере так сейчас я вот это все дело набросал подниму чтобы это все вам объяснить у пианино принципе тут клавиши отдельные вот это черные и белые тут две педали но эта крышка которая должна закрываться так тройка на нампаде shift а добавляем значит арматуру single bone заходим в edit mode делаем ей так выделяем английская а с это будет самая большая кость у нас типа головной и подставим ее вот где-то вот сюда само пианино представьте что здесь помимо всего есть пианино так для фантазии тройка на нампаде и вытаскиваем косточку отсоединяем alt p clear parent поднимаем ее до клавиш вот этих это будет большая клавиша наша так поставим вверх пор дисплей in front спереди чтобы было видно и вот таким вот образом здесь ее установим именно чтобы она стояла вот от самого начала и где-то но здесь в принципе не обязательно до конца здесь она уже будет опускать эту клавишу так это будет большая насквозь теперь мы ее привязываем типа голове control пи типа вскат и вот эту косточку можно теперь семерка на нампаде shift д дублировать и поставим ее так сделаем ей с поставим видимость вот в такую внешний вид и вот эту косточку нужно подставить к черной кости вот так делаем shift д и к этой косточки так тройками нампаде копируем теперь вот эти верхние косточки делаем shift д щелчок и опускаем их до педалей так подставляем тоже стараемся чтобы попала на именно на самое начало чтобы ее потом не корежило ну вот эту косточку можно вытянуть вперед так выделяем shift д копируем подставляем на эту педаль ну в принципе вот все установлено теперь нужно настроить эти кости делаем вот такую штуку в обжиг мод так здесь вот нужно привязать все это дело значит вот эту косточку выбираем ну смысле выбираем клавишу выбираем через shift кости заходим в post мод выбираем вот эту кость control пи ну и эту тоже повторим опять же клавиша опять косточка через shift и post мод выбираем теперь эту косточку вот эту и control пи бомб так что я еще забыл как я мог все сделать конечно но забыл заходим теперь выйдет мод из этой косточки и вытаскиваем еще одну кость отделяем alt p clear parent и нужно чтобы вот эта часть тоже опускалась вот эта часть посмотрим если ломать не будет так тройка на нам паде ну в принципе нормально она установилась тоже нужно с самого низа ее устанавливать чтобы у нее нормально был наклон где-то вот так и вяжем ее к этой косточке control пи keep offset заходим опять же в обжиг ноты выделяем теперь вот эту штуку крышку и выделяем вот эту кость через shift левая кнопка мыши и опять же посмотрю выбираем ее control пи бомб ну и также делаем вот эти вот педали так тройка на нам паде нужно зайти в edit мод и вот эти вот косточки опустить пониже вот так вот и повторяем все тоже самое педаль кость пост мод контрол пи бомбан ну и еще раз так сделаем педаль через shift косточку пост мод бомбан контрол пи бомбан так есть такое дело это значит обжиг ноты выбираем только теперь вот эти вот кости смотрим в edit мод чтобы они все были привязаны головной кости чтобы не уезжали и заходим пост мод настроим теперь клавишу вот эту белую находим косточку вот эту и ставим control shift c так лимит rotation заходим настройки констрейнов ставим лимит x y и z и максимально ставим 6 так enter ее вот перекрутила нужно поставить local space и after transform поставить теперь если мы выберем косточку тройка на нампаде и будем делать r вот она будет только вниз опускаться так то же самое делаем и с этими костями он так control shift c лимит rotation так опять же шестерочка local space after transform и вот эту косточку тоже local space так ну это будет просто на rotation стоять если мы ее будем просто выбирать тройка на нампаде и делать r вот крышка должна закрываться вот такая штука крышка у меня маленькая нужно ее под клавиши вот эту подстроить побольше сделать но тогда она не красиво смоется там поэтому я не стал делать этот крышку шкафа просто приближенная ну приближенная к пианино вот эта вот штука вот так она как то боком должна стоять ну и то же самое ctrl shift c лимит rotation на педали так шестерка local space ну after transform в принципе не обязательно ее ставить ctrl z вот такая простая настройка если сейчас мы выберем какую-то клавишу давайте поменяем ему внешний вид давайте вар вот это поставим чтобы их было видно и переключимся вот на такой вид когда мы выбираем косточку допустим вот черные клавиши смотрим что будет происходить нажимаем r и она вот опускается поднимается все ни вверх ни вниз просто вот такой у нее наклон происходит то же самое происходит r с этой клавишей вот так вот и то же самое происходит у нас с педалями r вот он будет нажимать и потом назад ее можно отталкивать здесь вот точно так же можно прикрепить еще одну вот эту вот под ноты площадку давайте сделаем shift а делаем mesh делаем куб так смотрим где он тут находится поднимаем его повыше пусть он будет белый сейчас мы растянем трансформом чуть-чуть сплю с ним ну и чуть-чуть уменьшим так и чуть-чуть она еще должна поменьше быть ну тут стенка перегородка это уже можно сделать не суть вопроса навесы можно сделать так же так и она должна значит что делать находиться где-то так ctrl z тройка на нампаде транспозом ее немножко как бы вот так перекрутим под углом ее поставим смотрим чтобы она хоть чуть-чуть соприкоснулась ну так где-то тройка на нампаде заходим в edit mode выбираем кости заходим в edit mode и вот к этим костям сейчас поставлю вот этот вид от так и значит что вот эту часть g можно увести сюда и из этой части тоже е вытащить косточку ее отсоединяем alt p clear parent и так как здесь будут навесы нам нужно сделать какую штуку сделать с вот так ее уменьшить первую косточку ну и где-то так семерка на нампаде подставить наверное пусть она посередине с нее еще вытянем одну кость даже можно две ну давайте одну вот вот так вот так ставим на прозрачность и вот эту косточку g можно просто вот так как бы кверху поднять выбрать выбрать ее всю и g опустить вниз так то вот таким вот образом она должна быть на месте вот мы выбираем и вяжем теперь вот к этой косточке ctrl p keep of set так ну а эта кость просто будет крутиться заходим заходим теперь в object mode выбираем значит вот эту подставку для нот выбираем кости и заходим в post mode нажимаем делаем ctrl p бом теперь заходим в object mode и так как она у нас дальше стоит мы ее просто перекрутим можно g вот так ее подставить так вроде попало выбираем кости теперь и заходим в post mode проверяем значит выбираем эту косточку r и увидите что она закрывается открывается можно и тоже лимит ротации поставить поднастроить ну в принципе и так неплохо вот она здесь находится здесь можно допустим на прозрачный вид поставить теперь мы ее не передвинем пока не передвинем вот эту косточку тоже вот так вот и можно теперь g просто вниз ее как-то опустить и чуть в бок наверное увести тройка на нампаде все теперь мы можем ей свободно руководить r она будет привязана именно к крышке так вот здесь вот под ноты это значит теперь вместе с ней будет двигаться нам ее всего лишь раз открыть надо будет и раз закрыть слишком много тут настраивать на нее в принципе не надо так что еще ну и все вот считай это их пианино вот эта кость не подлежит движению потому что это не персонаж ну в принципе можно пианино полностью передвигать будет двигать там на колесах как-то ctrl z и получается вот такая простая настройка вот такая штука вот такая штука так теперь я это дело сохраню пока не знаю зачем может пригодиться еще так и хочу вам показать уже файл джо вот скачал я пианино вот такую сидушку скачал это вот все под анимацию теперь хочу попробовать чтобы он играл на пианино какие-то мелодии будет прикольно будет прикольно это все дело выглядеть выбираем постмод и теперь можно джо посадить вот на эту стукенцию разобраться теперь с руками тут с пальцами как они будут работать ну это уже вот такая получается заготовка под будущую анимацию все всем пока до свидания